«Да, вот тут был прилёт». Вот здесь было попадание, всё разнесло тут. «Кухню сняло вверх». «В кухне сняло вверх, и там осколками всё побило». Родное село 73-летнего Николая россияне оккупировали в феврале прошлого года. Он вспоминает, войска РФ с первых дней занимались грабежами, издевались над местными. Поэтому спустя месяц решил вместе с женой эвакуироваться. Вернуться домой смогли лишь прошлой осенью, когда ВСУ освободили Ольгина. Во дворе увидели руины. «Вот вход был, прихожая. А это у нас была кухня. Там была газовая плита. Мойка была в углу, телевизор. Все шкафы были навесные и такие. Короче, всё побило». На крыше уцелел лишь самодельный флюгер-самолёт. Чтобы хоть как-то сохранить остатки дома, пенсионеры все дыры затянули плёнкой. Эту зиму надеются встречать в родных стенах. Помочь с ремонтом пообещали строители из соседней Днепропетровской области. Мусор со двора уже убрали. На днях должны завести стройматериалы. Помощь с восстановлением ждёт и семья Юрия. «Попадание было с танка. Потолки, конечно, стены. Всё пострадало. Котёл. Паровое было». У семьи Юрия разрушенными оказались оба родительских дома. Поэтому все временно разместились в небольшой комнате в магазине. Но мечтают в ближайшее время вернуться к себе. В Ольгина после деоккупации насчитали десятки повреждённых домов. «В доме пока не за что делать ремонт. И землю держали. Но вся цепочка оборвалась в зарабатывании денег». Виктор выехал из Ольгина вместе с семьёй в мае 2022 года. Домой они вернулись лишь спустя год. И поняли, жить им негде. Настолько дом был разбит. «Окон, крыши не было. Брезентом накрыли. Стены осколками побиты. Работы самому хватало бы надолго». На помощь жителям Ольгина пришли строительные бригады из соседних регионов. В рамках проекта «Плечом к плечу» теперь восстанавливают дома, разрушенные во время оккупации. В Ольгина строители из Днепропетровской области полностью восстановили четыре дома. Среди них и дом Виктора. «Не верится даже, что такое может быть». В повреждённых домах строители меняют окна и двери, делают крышу и облицовку стен. «Крыша делается. Вот крыша. Утеплитель, парабарьер, вата, гидробарьер утепляется. Потом листы, потом фасад. Крыши разные. Где, допустим, остаётся крыша, если она целая, там кое-что меняется. Есть крыши, где полностью всё убиралось, с нуля всё отстраивалось. Разные варианты. Где как попадёт, где больше, где меньше. Ну, в основном здесь все крыши, дома, фасады – всё повреждено». Восстанавливать дома в Ольгина строители будут до тех пор, пока позволит погода. Как только завершат работы для подготовки повреждённых домов к зиме, планируют взяться за разрушенные дома и инфраструктуру. Наталья Гусак, Владимир Штенгелов из Херсонской области для телеканала «Фрида».